Сегодня я хотел бы вам рассказать, как работает устроен генератор свободной энергии. Все задаются вопросом, как же господин Капанадзе мог без какой-либо измерительной аппаратуры создать генератор. Оказывается, можно. Из всего разнообразия измерительной техники нам понадобится только паяльник по большому счету. Мультиметр, если еще только. Ручки и некоторые слесарные инструменты. Из чего же состоит генератор? Генератор состоит в основной своей массе из электростатического двигателя. Как это ни странно, ну и только так. Уточню, один из разновидностей генератора. А теперь, да, электронный узел может быть выполнен на разной элементной базе. Принцип работы электростатического двигателя на просторах интернета при желании можно посмотреть. Нас же интересует способ его включения. Пока что все стандартно до этого момента. Если у нас он шел вот так... ВВ напряжение, то в данном случае мы эту цепь прервем и поставим емкость. Очень большую емкость. С очень большой диэлектрической проницаемостью. Имеем заряды, которые мы получили в результате поляризации. Электростатическая индукция вам в помощь, если кому-то интересно. Что из себя представляет в данном случае и данном включении электростатический двигатель? Это тот же самый емкость, которая изменяет свои параметры. Если быть более точным, то такой параметр как емкость. Так... Объяснить работу, надеюсь, не нужно. Да и некогда, если трафик очень большой будет для скачки. Получаем нашу халявную энергию, накопленную в очень большой емкости данного конденсатора. Чем больше диэлектрическая постоянно данная диэлектрика, тем более он увеличит емкость конденсатора. Это прописная истина. Сюда можно поставить активную нагрузку в виде ламп, что, скорее всего, сделано у Капанадзе. Хотя не факт. Но для показа я, по крайней мере, сделал бы так, чтобы не выпендриваться. Но мне более важно преобразовать ее. Для этого я бы для себя, по крайней мере, использовал двухтактный полумусовой автогенератор. Данная емкость у нас уже будет служить источником. Ну а тут у нас емкостный делитель. Стандартная схема включения. И ключи. Для меня она более энергозатратная. По причине того, что у нас заряды перетекают с одной емкости на другую. Да, мы имеем в два раза ниже на выходе напряжение. Но это нам не важно. Мы можем за счет входного конденсатора. Или за счет обмотки. Но зато мы потери тут будем иметь только в данном узле. только из-за того, что при уменьшении напряженности до нуля, заряды просто уходят в никуда с данного проводника и остаются только на обкладках. потери. То есть мы имеем только в данном контуре. Так, в принципе схема генератора готова. Готово. Можете пользоваться по своему усмотрению. Использовать. Так. А, да. Чуть не забыл. Чтобы наша емкость не перезарядилась. И с ней не случилось не очень хорошие вещи. Тут мы ставим разрядник для стока зарядов излишек. То есть регулируем на то напряжение, которое нам нужно иметь на обкладках данной емкости. В данном разряднике. Все. Все, что я хотел рассказать, я рассказал. Всем большое спасибо. До свидания.